Советские зрители всегда обожали Анатолия Попанова. Они ценили его яркие комедийные роли, но и в драматическом жанре артист был силен. Его смерть в августе 1987 года стала потрясением для многочисленных ценителей кино. Тяжелее всего в этой ситуации приходилось родственникам Попанова, любимой жене Надежде и дочери Елене. Очередной выпуск программы «Наши люди» был посвящен одному из последних фильмов с участием Анатолия Дмитриевича под названием «Время желаний». В картине актеру досталась роль интеллигентного чиновника Владимира Лобанова, который влюбляется в героиню Веры Алентовой. Дочь Попанова Елена пришла в студию и поделилась воспоминаниями об отце. Так, она вспомнила, как проводила время с папой на даче за несколько месяцев до его смерти. «Кажется, это был ноябрь или октябрь. Я приехала на дачу вместе со своими детьми, и мы стали с папой смотреть новости. И тут говорят, что пойдет сильный снег. Папа начал переживать, ведь у нас в тот год было много яблок. Поэтому мы взяли фонари и пошли в 10 часов вечера собирать яблоки в темноте. Шел снег, а мы все собирали и собирали яблоки. Это вот одно из самых ярких воспоминаний об отце, потому что в тот год, точнее уже на следующий он умер, рассказала Елена. По словам дочери актера, история поздней любви, рассказанная в фильме, не была знакома их семье. Родители Елены встретились еще во время обучения в ВУЗе, и с тех пор они были буквально неразлучны. Так уж получилось, что мой отец 40 лет любил одну женщину, и они были очень счастливы вместе, призналась наследница Папанова. Еще одной гостьей программы стала Вера Алентова. В знаменитом фильме «Время желаний» актрисе досталась непростая роль самоуверенной и целеустремленной женщины, которая не видит преград для достижения своих целей. Многие фанаты обратили внимание на то, что 76-летняя Алентова выглядит просто безупречно. Звезда всегда тщательно следит за собой и не выходит из дома без макияжа. По признанию Веры Валентиновны, по характеру она не похожа на свою героиню. Единственное, что их связывало, это большая любовь к моде и хорошей косметике. Поначалу мою героиню одевали очень хорошо, а потом мне стали выдавать какие-то странные, совершенно не стильные вещи. Однажды я не вытерпела и попыталась узнать, чем дело. Тогда один из членов съемочной группы честно мне ответил, простите, но если героиня будет так одеваться, герой Попанова ее никогда не полюбит, поделилась воспоминаниями Алентова. Картина «Время желаний» до сих пор пользуется большой популярностью, ведь создатели смогли не только рассказать интересную историю, но еще и показать уклад жизни советских людей в начале 80-х. Конечно, отдать должное стоит и исполнителям главных ролей, ведь Алентова и Попанов полностью выложились на съемочной площадке, а созданные ими образы вошли в Золотой фонд советского кино.